В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. Сегодня в программе. Чиновникам Бухаржираусского сельского округа предъявили обвинение в халатности. Впервые в Караганде прошел конкурс «Лучший воспитатель года». Городские ювидовцы выбрали лучшие команды. 18 апреля текущего года Акиму Кукпектинского сельского округа Бахэтшану Смаилову и начальнику Бухаржираусского районного управления по чрезвычайным ситуациям Жанну Туликову предъявлены обвинения в халатном отношении к своим обязанностям. Об этом сообщили на брифинге, который проходил в областной прокуратуре. Из-за прорыва плотины пострадал поселок Кукпектэ. Хотя восстановительные работы проводятся в усиленном режиме, люди получают гуманитарную помощь, но все же все задаются главным вопросом. Кто же виноват? Аким Кукпектинского сельского округа Бахэтшан Смаилов и начальник Бухаржираусского районного управления по чрезвычайным ситуациям Жанну Туликов обвиняются в том, что они ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности, проявляя недобросовестность и небрежные отношения к своей службе. Приявленное обвинение еще не доказано. Основной вопрос, кто же все-таки должен был следить за состоянием дамбы, пока остается открытым. На сегодняшний день собраны доказательства, связь о том, что какие-то реальные обвинения в Акиме и Кукпектинском сельском округе начальника УЧС района, которые должны были непосредственно следить за состоянием дамбы. По данному факту возбуждено уголовное дело, назначенный судебно-строительный и ряд других экспертиз. Пока результаты не готовы. Также органами прокуратуры проверяется поступление жалоб в адрес Акима сельского округа от жителей поселка. По словам представителей Акимата поселка Кукпекты, жители не согласны с предъявленными обвинениями. Уверяет, что Аким Бахаджан-Смаилов сразу же принял все нужные меры. Насчет обвинения я вообще не согласна, потому что наш Аким, он сразу позвонил, нам еще шести не было, позвонил, чтобы мы шли, оповещали людей. Говорит, потому что вода поднялась, нужно срочно оповещать людей. И я не знаю, какие обвинения ему даны, что это вообще не может быть. Потому что все, что было в наших силах, в силах Акимата, например, всех специалистов, все мы бегали, всех оповещали, всех людей. И сразу же, кто на телефонные звонки людям звонил. Когда нам Аким позвонил, мы побежали в Акимат сразу. В Акимате мы переговорили, Аким все сказал. Аким сам поехал потом на платину, туда вот, на саму эту дамбу. А нам поручил, чтобы мы бегали все, ну, по людям оповещали, жители. Житель поселка-пенсионерка Назира Нурашева говорит, что весь Акимат оперативно оповещал население о том, что вода поднимается и надо спасаться. Все, что от них требовалось, они сделали. Как только я узнала о том, что вода поднимается, сразу же пошла в Акимат. Увидела, что Аким и все работники Акимата вышли на улицы и оповещали людей. Сейчас проводится следствие. Какие, сохраняется в тайне. Если вину докажут, то Акима поселка Кукпекты, Бахатжана Смаилова и начальника по чрезвычайным ситуациям Бухаржираусского района Жана Туликова ждет наказание в виде лишения свободы от пяти до шести лет. Гульнур Жакен, Габетин Крушпеков, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. Сегодня в помощи нуждаются не только жители Кукпекты. Другие поселки, оказавшиеся в зоне подтопления, тоже получают помощь. Семье Молдобековых рабочего поселка Сортировки возместили потерю скота. Подробности в следующем материале. Напомним, в рабочем поселке Сортировки пострадало более 20 дворов. Семья Молдобековых в заполучную ночь потеряла 19 баранов. Молдобековых в спешке успели только спасти все документы и выбежать на улицу. Во время наводнения потеряла 19 штук баранов. Потеря скота была серьезным ударом по бюджету семьи Молдобековых. Основной доход приносили барашки. Сегодня как раз их вернули. Ровно 19 баранов было возвращено пострадавшим. Помощь пришла от фермера до сына Саргаскаева и предпринимателей. Он две головы от себя дает, а 17 голов мы за счет спонсоров помощи перерывающих предприятий города Караганда. Особенно хлебопекарне помогли, мясо перерывающих предприятий. Мать семейства Алтын Молдобекова довольна. Скот уже загнан в сарай. Теперь дело осталось за малым. Дом восстановить. В этом поможет городской Акимат. Правда, восстанавливать старые уже не будут. Семья Молдобековых получит заново отстроенный дом. Кстати, теперь у них может увеличиться число скота. Среди баранов много самок, которые в будущем принесут неплохой приплод. Начальник управления образования Карагандинской области Асхат Аймаганбетов занял еще одну ответственную должность. Правда, на общественных началах. Недавно прошли выборы в областной Маслихат. Кто еще попал в список народных избранников, смотрите в следующем сюжете. В соответствии с законом о выборах в Республике Казахстан в апреле текущего года в областном Маслихате истекает срок полномочий действующих членов избирательных комиссий всех уровней, избранных в 2009 году. Поэтому в связи с этим 15 апреля состоялась 24-я сессия областного Маслихата, где решили, что председателем избирательной комиссии остается Еркара Аймаганбетов. На выборах в областной Маслихат избрали новых депутатов. Это руководитель управления образования Карагандинской области Асхата Аймаганбетов и начальник Центра по повышению квалификации государственных кадров Татьяна Шатохина. Были представлены и помощники народных избранников. Это Мадина Апиева и Наталья Баталова. Есть предложение секретарю областной избирательной комиссии избирать по поводу Натальи Баталова. Вы ее знаете, с ней я работаю уже столько лет вместе. Хорошая тандемия. Этот человек очень прав. Секретарю областной избирательной комиссии отбил работу ежедневно нарастать. И практически работает в течение года. Хотя это на общественном начале. Новые депутаты областного Маслихата и их заместители уже приступили к своим обязанностям. А время покажет, как они проявят себя в деле. Николай Кровецк, Карат Рашитов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галлтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система – профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. В Казахстане построят завод по утилизации опасных отходов. Это связано с тем, что многие города страны считаются экологически неблагоприятными по состоянию воздуха. Город Караганда не исключение. Все отходы, особенно так называемые электронные, обязательно должны утилизироваться отдельно на заводе по переработке мусора. Химический факультет Карагандинского государственного университета занимается исследованием переработки электронных отходов. По словам специалистов, они не должны попадать на общие свалки, так как вызывают огромную опасность для окружающей среды. Экологи, биологи и врачи предупреждают, что такой вид отходов оказывает вред всей экологической сфере. Это и растения, животный мир и насекомые. Не говоря уже о человеке. Александр Путов занимается исследованием окружающей среды уже более 10 лет. Говорит, что экологическое состояние нашего города оставляет желать лучшего. Существует отдельное исследование по отдельным элементам. Но планомерной работы по исследованию воздействия на влияние именно на человека, такой планомерной работы не проводилось в Казахстане, к сожалению. В Караганде пока только пытаются, вот в Майкудуке ставили раздельные контейнеры для сбора того или иного мусора, чтобы не было совместного сбора мусора. Но пока этот процесс идет очень трудно. То есть пропаганды населению не было, что сдавайте только сюда. Может быть, город будет чище, среда будет чище, ваши дети не будут болеть. Нужно широко освещать в средствах СМИ о том, что раздельная сдача, утилизация отходов бытовых, твердых бытовых отходов – это благо для всех. Из этих электронных отходов можно получить много полезного. Если правильно переработать их, то можно будет извлечь ценные компоненты, говорят специалисты. А если мы создадим производство по переработке вот именно электронных устройств, во-первых, оттуда можно извлечь ценные металлы. То есть есть некоторые микросхемы, некоторые конденсаторы и другие приборы, которые содержат, допустим, лампы, содержат драгоценные металлы. То есть золото, серебро и так далее, вплоть до того, что есть платиновые вещи. Уже не подлежащие использованию старые телевизоры, компьютеры, ноутбуки, сотовые телефоны – все они наносят огромный вред здоровью человека. К сожалению, эти электронные отходы выбрасываются вместе со всем мусором, хотя должны перерабатываться в отдельном месте и в отдельных условиях. Значительную часть по весу от ноутбуков и сотовых телефонов составляют батареи аккумуляторные. Эти батареи сейчас изготавливаются из кадмия. Это чрезвычайно токсичный металл. Это из тех металлов, которые называются токсичными, тяжелыми металлами. Другие батареи делаются из лития. Их называют ионно-литиевые. Литий тоже образует, например, хворид. Лития – чрезвычайно токсичное вещество. На сегодняшний день в городе работает пункт приема электронных отходов. В этой организации сначала выполняется сортировка, и только потом бушные вещи отправляются в специальные места для переработки твердых бытовых отходов. В пункт сдачи товарищества с ограниченной ответственностью промоотход «Казахстан» местные организации платят 220 тенге за 1 килограмм. Он находится возле Пришахтинска. Мы принимаем отходы сейчас от организации. Данная ситуация сложилась в связи с тем, что предприятия в соответствии с экологическим кодексом обязаны свои отходы минимизировать, либо передавать сторонним организациям на переработку. Физические лица на данный момент не передают к нам на переработку, так как это все-таки услуга оплачиваемая. Таких пунктов в городе должно быть несколько. Для этого местным властям необходимо создавать условия. Это удобно для всего населения. Ведь от экологии города и страны в целом зависит здоровье народа. Чистый воздух – здоровое будущее. Сегодня прошло заключительное мероприятие недели юношеской книги «Артахлымктапта» и молодежного фестиваля «Есть целый мир в душе твоей». Организаторы проекта – областная юношеская библиотека имени Бектурова. Ученики и студенты всего города собрались, чтобы показать свои таланты. Фестиваль, который длился неделю, подошел к своему финишу. Семь дней участники читали стихи известных поэтов, проводили дебаты, родительские собрания с психологами, разные конкурсы. Гостями фестиваля были представители Центра поддержки мастеров декоративно-прикладного искусства «Щибер», национально-культурных центров города, учащиеся школ, гимназии и другие учебные заведения. Мы хотим, чтобы наша молодежь читала. Мы хотим, чтобы она была образованной, интеллигентной, грамотной, умела выражать свои чувства, умела выражать свои мысли. И поэтому мы вот, наша лидерская библиотека организует такие мероприятия, инновационные методики применяют для того, чтобы сейчас молодежь не ушла полностью в виртуальное пространство. В рамках молодежного фестиваля на творческих площадках библиотеки были мастер-классы. Подделки из фетра, носим шарфики красиво, по составлению фигурок в технике оригами, модное плетение косичек и многое другое. У нас вот мастер-класс по плетению, это косички изнутри. Теперь распускаю, чтобы она попышнее смотрелась. Настолько красиво заплетали волосы, что и я не удержалась и решила сделать себе настоящие косы. Ведь суматохи дней так мало личного времени остается, чтобы ублажить себя любимую. Фестиваль стал настоящим праздником молодых. Впервые в Караганде прошел конкурс «Лучший воспитатель года». Первые наставники детей демонстрировали свои таланты на сцене перед родителями и другими гостями. В конкурсе приняли участие 15 воспитателей из Караганды, Тимиртау и Саппаева. Воспитатели не читали стихотворения и не пели на сцене. Участники продемонстрировали свои идеи о новых технологиях воспитания подрастающего поколения. Этот конкурс направлен на выявление педагогических работников, именно выявление инновационных работ. Воспитатели в своих презентациях показывали новые приемы работы с детьми. Зрители наглядно видели, что придумали наставники, чтобы их дети успевали и развиваться, и весело проводить время одновременно. Готовились к конкурсу на протяжении всего года. Готовились вместе со своими маленькими учениками. Подготовка у нас на протяжении всего учебного процесса, всего учебного года мы все время работаем с ребятишками, потому что подготовка у нас каждый день, каждый час. Старания их не напрасны. Подарки за призовые места солидные. Электронная книга первое место, планшет второе и DVD третье. Воспитатели боролись не только за свою квалификацию, но и за честь своих детских садиков. Амина Смакова, Адин Жакан, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинск. Житель Караганды Павел Матков, попавший в дорожно-транспортное происшествие, ищет водителя «Лады Приоры» темно-зеленого цвета, который скрылся с места ДТП. Это случилось 21 апреля. Павел чуть не погиб. С ним встретился наш корреспондент Николай Кровец. Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 апреля около 10 часов вечера на пересечении улиц Волгодонская и Сеченова. 19-летний Павел Матков в тот день находился в машине вместе со своим крёстным отцом, которому и принадлежат все документы на этот «Опель». Водитель иномарки «Лада Приора», не уступив дорогу, Павлу подрезал его. Поэтому «Опелю» пришлось выскочить на обочину. Водитель «Лады Приоры» темно-зеленого цвета, не уступив мне дороги, беру налево. Тем самым, в результате мне помеха. Отчего мне пришлось уйти, уйти на аварий и уйти налево. Тем самым, мне общаться занесло на обочину и начал идти по дороге. И следствие этого меня перевернуло и потащило в забор, в частную территорию автокорсеть. Павел Матков и его крёстны пострадали. У них врачи выявили многочисленные ушибы и царапины на руках и ногах. Парню повезло, что сработала подушка безопасности, которая помогла ему остаться в живых. Сейчас мужчина ищет водителя «Лады Приора», который после дорожно-транспортного происшествия скрылся. Павел хочет, чтобы виновник возместил ему материальный и моральный ущерб. Я обращался в полицию, написал заявление. Мне поступали уже угрозы неоднократно о том, что меня найдут, зарежут, убьют. Вследствие этого я обратился в обл. ГАИ, в отдел розыска. И ещё написал заявление о том, что мне нужна помощь, о том, чтобы эти люди человека этого нашли. Несмотря на угрозы, Павел не сдаётся и обращается ко всем карагандинцам, которые стали очевидцами ДТП на перекрёстке улиц Волгодонская-Сеченова и знают, где найти владельца «Лады Приоры» тёмно-зелёного цвета. Павел Матков просит позвонить по телефону 8-775-350-68-88. Николай Кровец, Эден-Жакан Бахтярус Панов, 1-й карагандинский. В 15-й раз в Караганде проходил ежегодный конкурс юных инспекторов движения. В нём участвовало более 53 школ города. Когда накануне лучшие команды юидовцев были награждены грамотами и ценными подарками. Это была подготовка к участию в областном смотре-конкурсе. На торжественном построении, которое проходило в 101-й школе, в одном строю стояли и юидовцы, и дорожные полицейские. Одни избрали своей профессией работу по предотвращению происшествий на дорогах, вторые пока приглядываются к перспективе быть настоящими автоинспекторами. Но главное, что ребята вынесли от участия в конкурсе и в движении юидовцев, это знание правил дорожного движения и понимание, что дорога требует очень серьёзного к себе отношения. Я вас всех понимаю, здесь стоящий. Я сам когда-то, когда учился в школе, также участвовал, был так же, как и вы, юным инспектором дорожного движения. Сегодняшний, на сегодняшнем конкурсе, в слёте, я думаю, победит сильнейший. Всем желаю удачи. 15 лет назад по инициативе карагандийских полицейских и управления образования было вновь воссоздано в Казахстане движение юид. С каждым годом оно растёт и развивается. Только в прошлом году в карагандийском городском конкурсе юид приняло участие 46 школ. В этот раз команды представляли интересы более 53 средних учебных заведений. Школы более заинтересованы в обеспечении безопасности своих учеников. То есть активное участие принимают наши школьники, наши помощники, юные инспекторы дорожного движения в обеспечении безопасности дорожного движения. Проводят среди своих сверстников определённые занятия по изучению правил дорожного движения. Все волнения уже позади. Определены лучшие городские отряды юидовцев. В Казавибийском районе Караганды первой стала команда 101-й школы лицея. В Октябрьском районе лучшими стали гимназисты 95-й школы. При подведении итогов не была забыта ни одна команда. Все получили дипломы, призы за участие в различных номинациях. Мы будем помогать всем другим детям и обещаем помогать самим работникам полиции. У дорожных полицейских растёт серьёзная смена. А лучшие из лучших городских юидовцев поедут на областной смотр-конкурс в Каркаролинск. Сергей Высокосов, Батья Руспанов, Первый Карагандинский. И последнее объявление на сегодня. Акимат города Караганды приглашает посетить городскую ярмарку свободных рабочих мест и вакантных должностей, который состоится 25 апреля 2014 года с 10.00 часов в здании спорткомплекса имени Нуркена Абдирова по проспекту Бухар-Жарау, 53. Добро пожаловать на ярмарку. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Аман Сауболгстар. Редактор субтитров А.Семкин